Социальная политика государства стала темой очередного выпуска программы «Большая неделя», вышедшей в нашем эфире. Рассматривали один из актуальнейших вопросов – получение адресной социальной помощи. Говорили и о предполагаемом механизме выдачи пособия многодетным матерям. Основное его отличие от АСП – возможность получения пособий большим количеством семей. В расчет не берут некоторые виды дохода. В частности, студенческую стипензию, жилищную помощь, пособия по уходу за ребенком-инвалидом, единовременные выплаты, благотворительную или натуральную помощь. Но, как заявили эксперты, с ростом выделяемых средств на социальную помощь растет и число тех, кто обманывает государство. У нас был мониторинг по району. Мы три дня смотрели по каждому адресу, кто получает адрес социальную помощь. Из где-то 500-600 семей, где-то 30-40 семей они незаконно получают, потому что имеют двух-трехэтажные коттеджи, машины. После итогов мониторинга, вот прошло 6 месяцев, мы сегодня видим, что более 73 тысяч фактов мы обнаружили, где было сокрытие дохода. И в числе получателей большую долю занимают многодетные семьи, где идет большая ежедневенческая нагрузка на родителей. И чтобы застраховать детей от ошибок взрослых людей, мы решили вывести эту категорию отдельно с 1 января 2020 года и предоставить им пособие без учета дохода и без всяких условностей. Это вот безусловно, это будет уникальный вид пособия. Всего на выделение АСП в этом году предусмотрено свыше 206 миллиардов тенге, помочь ей не навредить задачи государства и общества. Об этом говорили участники ток-шоу, полную версию программы «Большая неделя». Вы можете посмотреть на сайте нашего телеканала. Продолжение следует...